Давай! Я не знаю, сколько раз я уже говорил это, но в этом году было выпущено много действительно замечательных игр. Каким-то образом Дверь Смерти ускользнула от моего внимания. Он был выпущен прошлым летом на ПК и Xbox, а затем на других консолях в ноябре этого года. Я скачал его и хочу сразу сказать, что если тебе действительно нравится игр и Zelda, то это абсолютно необходимо купить. Дверь Смерти была опубликована разработчиком Digital и разработана компанией AssetNer, которая состоит всего из двух человек, Марка Фостера и Дэвида Ферн. Для двух парней сделать что-то настолько хорошее действительно впечатляет, особенно учитывая, сколько существует крупных разработчиков, у которых десятки или сотни людей работают над своими играми, и они все еще делают дерьмо. Я, по общему признанию, немного предвзят в Девалу в любом случае, потому что за пределами Hotline Miami я тоже не думаю, что играл в одну игру, которую они опубликовали, которая мне на самом деле не понравилась. Теперь, прежде чем мы начнем, если тебе нравится то, что ты видишь, я попросил себя поставить лайк и подписаться на канал, чтобы получать уведомления о предстоящем контенте. Ты играешь ворона, точнее, бессмертного жнеца, чья работа состоит в том, чтобы собирать души для комиссии по жатве. Думай об этом как о центре обработки душ в загробной жизни. Штаб-квартира комиссии очень похожа на правительственный офис со столами, стопками бумаг и картотеками. Наверное, какой-нибудь менеджер среднего звена, который видит, как ты ешь запуск и решает стать комиком, и говорит что-то ужасное, например, выглядит хорошо, можно мне перекусить. И ты хочешь вытолкнуть его из окна, как настоящего комика в фильме «Сторожа». А еще двери, тонны дверей. Твое задание в начале игры состоит в том, чтобы пожать огромную душу. В принципе, правила мира в этой игре таковы, что если кто-то не хочет умирать и, по сути, живет слишком долго, то он начинает приобретать демонические свойства и становятся, я думаю, более чудовищной версией самого себя. Это самый простой способ объяснить это. Думай об этом как о разнице между теми яйцами, о которых ты забыл в своем холодильнике, срок годности которых давно истек. Итак, когда ты находишь этого монстра и побеждаешь его, эта большая, гораздо более старая ворона появляется из ниоткуда, забирает у тебя душу и говорит, что что-то вызывает исчезновение других жнецов. Ответ лежит за дверью смерти. Однако, чтобы открыть его, тебе нужно собрать три большие души, которые его откроют. Ты можешь задаться вопросом, почему это так важно, но еще одно правило этого мира, о котором я хочу помнить, заключается в том, что до тех пор, пока задание жнеца не будет выполнено, они смертные не могут быть только убиты, но они будут стареть. Значит, в процессе выполнения своей работы ты также спасаешь свою маленькую пушистую задницу. Итак, три большие души находятся в разных частях света, и, как ты можешь догадаться, все они по-разному оформлены. Графика в игре великолепна, и в каждом мире, который ты посетишь, много деталей и очарования. Сама штаб-квартира служит центром, где вы можете проходить через двери, чтобы попасть в разные части игры, как только вы откроете их с другой стороны. Повсюду есть тонкие штрихи, например, видеть отражения и полы особняка, или то, как снег будет постепенно появляться при переходе к снежной части игры. И очень часто это вещи, которые будут учитываться в головоломках, которые вам также понадобится решить в игре. Если тебе нравятся исследования в твоих играх, и ты найдешь здесь много предметов коллекционирования, которые можно найти, а также осколки, которые навсегда улучшат твое здоровье и магию лидеров. Как человек, который ненавидит разгадывать головоломки, они мне действительно нравятся в игре. Это не более чем легкие мозговые дразнерки, которые разрушают действия, и это мои любимые виды. Здесь нет ничего тупого, что можно было бы решить. Ты будешь уворачиваться от лазеров, чтобы нажимать на выключатели или разбивать горшки в определенном порядке, чтобы открыть проход. Такие простые вещи, как это. Есть также экологические головоломки, такие как зажигание факелов, бомбардировка стен или использование выстрелов с крюка, чтобы обойти препятствия. В каждом подземелье есть большая дверь с вороньей мордой на ней. Чтобы открыть дверь, тебе нужно освободить четыре души жнецов, которые застряли там. Игра не сдает их без боя, и как только ты их найдешь, тебе придется сразиться с несколькими волнами врагов, чтобы добраться до них. Сделай это для всех душ, и дверь откроется, давая тебе доступ к сундуку с сокровищем, в котором есть заклинание, которое тебе понадобится, чтобы добраться до босса. Бой в этом очень забавный, и хотя он не такой глубокий, он действительно хорошо контролирует, и мне это никогда не надоедало. Ты начинаешь меча и заклинание лука и стрел, и на протяжении всей игры ты найдешь другие, в общей сложности пять едов оружия ближнего боя и четыре заклинания. К сожалению, ты не можешь переключать оружие на лету, так что тебе действительно придется приостановить игру, чтобы переключить их. Кроме того, я обнаружил, что различия между ними действительно достаточно тонкие, чтобы вы могли просто использовать то, что вам нравится, и вы не окажетесь в невыгодном положении, за исключением этого зонтика, который вы берете на ранней стадии. Это только для того, чтобы усложнить игру. К счастью, ты можешь переключать заклинания на лету, а сбор достаточного количества душ означает, что ты можешь потратить их в штаб-квартире комиссии по жатве, чтобы повысить свою статистику, как тебе нравится. Смерть в этом случае не влечет за собой наказание, за исключением того, что вы возвращаетесь в предыдущей контрольной точке или вынуждены возобновлять бой в зависимости от того, где вы находитесь на первом месте. Я закатил глаза, когда увидел, что собираю души, так как все, что называет свою валюту душами, имеет тенденцию наказывать тебя необходимостью собирать эти души после твоей смерти. И я был счастлив, что на этот раз мне не пришлось делать это на пороге смерти. Не потому, что это слишком сложно сделать, просто больше потому, что меня тошнит от того, что в каждой игре, которую я играю, есть эта механика. Музыка действительно красивая, но в основном невежественная, с множеством мягких фортепианных треков и случайно приподнятой песней, чтобы вы были вовлечены в бой. Ни у одного из персонажей в этом фильме тоже нет голоса, но написан он превосходно, и в диалогах часто присутствует сухой юмор. Когда ты собираешь журналы прошлых жнецов, разговариваешь с другими персонажами и собираешь предметы коллекционирования под названием Шайнис, ты узнаешь больше о мире и получаешь все больше и больше информации о том, что произошло, и ничего не испортить. Я подумал, что история действительно солидная, и в ней есть тонна очарования. Кое-что особенно мне понравилось в этой истории и персонажах. Все еще ничего не портит то, что у каждого босса есть предыстория, за которой ты охотишься, проходя через каждое подземелье. Ты узнаешь о них больше, как я уже упоминал, но в приятном повороте ты узнаешь их мотивы и желание остаться в жиле. Ты, скорее всего, подумаешь о том, убил бы ты их вообще или нет, если бы тебе действительно дали выбор в этом. Но у тебя нет выбора. Ты жнец, и у тебя есть работа, которую нужно выполнить, так что тебе придется убрать их, чтобы продолжить действительно трогательный и заставляющий задуматься момент. После того, как ты убьешь каждого босса, ты вместо того, чтобы отточить могильщика, на самом деле устроишь для них похороны. Так что мои единственные жалобы на эту игру на самом деле заключаются в том, что я хотел больше различий между оружием, которое я использовал, и карта действительно сделала бы эту игру немного более удобной для навигации. Оружие забавно использовать, но на самом деле ничто так не отличалось друг от друга, что, как я уже упоминал ранее, означает, что ты можешь использовать все, что захочешь, но, по крайней мере, мне это тоже показалось немного скучным. Что касается моей потребности в карте, то очень легко развернуться, когда ты пытаешься ориентироваться в игровом мире, или когда ты в подземелье, ты можешь пропустить выход в комнату, которой ты никогда не был. Может быть, мое чувство направления не так уж велико, но я сильно заблудился в этом. Если не считать этим очень незначительных жалоб, Death's Door действительно солидная игра, от которой я не мог отказаться, как только начал. И это одна из моих любимых игр 2021 года. Это полный пакет с отличной графикой, увлекательными боями и исследованиями, и поклонники Зелда будут действительно довольны этой игрой, и ее стоит купить по полной цене. И это все, что у меня есть на сегодня, но я ценю, что ты смотришь, и скоро мы сделаем это снова. Поздравляю! Ты один из немногих избранных. Чтобы дойти до конца видео, вознагради себя, нажав круглую кнопку подписки посередине, а затем посмотри другие лакомства. У меня есть ссылки рядом с этим.